Всем привет! Это снова рубрика от сердца, где я не готовлюсь, есть только одна тема, и то, что я говорю, я говорю от души, и эти мысли ко мне пришли прямо сейчас, мы просто с вами рассуждаем и не смотрим на время. Просто, знаете, хочется иногда с вами без каких-то навыков, там, публичных выступлений, без всего, просто поговорить на камеру от души, поделиться какими-то своими переживаниями на тему. И сегодняшняя тема у нас это алкоголь на вечеринках, либо алкоголь, когда надо выпить с боссом, либо алкоголь, когда, ну, социальное положение обязывает тебя пить, а ты не хочешь. Просто порассуждать на эту тему, вот что делать, когда, ну, вроде бы принято пить, тебе не хочется, но, не знаю, положение обязывает. Ужасная ситуация. Я сейчас приехал в деревню в Верхней Мандраге, живем мы в избе, и я надеюсь, что здесь позаписываю несколько видео, здесь чудесная атмосфера, река, закат, и это круто. И навеяло, понимаете, наболело, навеяло, потому что сколько проблем у многих моих знакомых с алкоголем было и есть, сколько друзей уже погибло от этого. Ну, там, алкоголь, наркомания, потом еще что-то, ну, то есть вот эта деградация. И если кто не знает, то мое отношение к алкоголю, оно резко негативное, но у меня нет какого-то фанатизма. Я общаюсь с людьми, которые пьют алкоголь, они могут рядом со мной выпивать, это их дело, я не строю себя что-то, давай ты не будешь при мне пить, еще что-то. Нет, я сохраняю вот эту адекватность, и это я уважаю, человек выбрал, и человек, когда берет там рюмку водки и пьет что-то, для него это сейчас приоритет. То, что он сейчас ест и употребляет, это равносильно, что он говорит, я сейчас для себя выбираю это, это для меня самое лучшее. То есть, если говорить утрированно, ну, по сути это так, потому что каждый момент, каждый миг своей жизни, человек выбирает самое лучшее для себя, и алкоголь не исключение. И вот интересно, надо же пить или не надо, когда ситуация обязывает? Во-первых, нет одного ответа на этот вопрос, ровно так же, как нет одной модели поведения на все ситуации. Это равносильно, как говорят, что никогда не сдавайся, всегда иди к своей цели и проламывай там любые барьеры. Ну, у одного это может сработать, а другой, благодаря вот этому фанатизму, может долбиться в одну дверь, когда соседняя открыта. И поэтому я считаю, что человек должен все-таки развивать свою осознанность, особенно мужчина, ну, может вкладываться в свое развитие, в мышление, как поступить в той или иной ситуации. И какой же поступок должен быть правильный? Ну, вот давайте рассмотрим какую-то из ситуаций. Человеку нужно выпить с кем-то за компанию. Для чего? Возможно, чтобы сблизиться, возможно, чтобы получить какую-то должность. Какое у меня отношение к этому? И делал ли я так когда-нибудь? Да, я так делал. Получил ли я каких-то должностей? Нет, не получил. То есть, первое, гарантий никаких нет. Второе, возникает некий осадок внутри. Такое чувство, что ты предал себя, особенно если ты за это еще ничего не получил. А если ты за это что-то получил, ты как бы понимаешь, что тебе пришлось немножечко подвинуться. Немножечко так прогнуться под другими людьми. И вот здесь есть еще одна ловушка ума, очень интересная, что значит прогнуться. Вообще нужно быть гибким в отношениях. Но нужно быть гибким настолько, чтобы это не противоречило твоим внутренним принципам, твоим жизненным принципам. Вот тогда можно быть гибким. Такая гибкость, это называется уважение к другому человеку. Ну, если тебе несложно уступить в чем-то, да подвинуться в чем-то. Это адекватно, это нормально. Так вот, когда вы начинаете двигаться в своих принципах, если для вас алкоголь это неприемлемо, то давайте рассмотрим с другой стороны. А какая должна быть ситуация, чтобы это было оправдано? Ну, возможно, когда ситуация, что иначе никак, все. Можно без денег остаться, не прокормить семью. Или вообще беда будет, просто крах. Не знаю, вы спасаете человечество, и если вы выпьете с ним эту бутылку водки, водки просто выжрите, вы спасете человечество, семью, родных, да. То есть, грубо говоря, вы приносите себя в жертву ради какого-то блага. Но мы так себя обманываем часто. Мы так себя обманываем, убеждая, что это я сегодня веду себя так, а когда у меня будет все нормально, я достигну своей цели, я, конечно же, себя так вести не буду. Я недавно услышал от одного психолога такую фразу, который сказал, что когда вы что-то хотите сделать, и у вас есть какая-то заразная привычка, вы не можете ее побороть, скажите себе одну фразу, и так будет всегда. Вы сегодня сорвались на сладкое. Скажите себе, так будет всегда. Вы сегодня сорвались, позволили себе это. Вы и всегда будете сорваться. Да, есть, конечно, тоже нюанс, что бывает, срываешь и срываешься, а потом хоп и взялся. Но в принципе для большинства людей, ну давайте будем честны, для большинства людей мы не можем в чем-то быть на 100% устойчивыми. Мы хотели делать зарядку каждый день, но мы все равно срывались. То есть есть какие-то слабые места, где мы так и не дотянули. И вот когда вы с алкоголем себя оправдываете, что это я разок, я получу эту должность, или я договорюсь с этим человеком, мы больше никогда, это самообман, скажите себе эту фразу, и так будет всегда. Все, вот оно так и будет. И когда я выпивал, моя компания вся выпивала, и для меня были очень авторитетные люди. В моей компании были очень авторитетные люди, потому что они были очень умные и эрудированные. И одна из ошибок, один из уроков, лично который я получил в своей жизни, это если человек в чем-то нас превосходит, мы его возвышаем перед собой, и его мнение мы возвышаем перед своим мнением. Допустим, у меня был друг, он очень эрудирован, он нереально умный, он крутой. Я считаю таких людей гениями. И естественно, ты думаешь, если он умен в каких-то областях, даже очень многих, значит он умен и по жизни, и значит он умен в отношении алкоголя. И знаете, как я выпивал тогда? Я как бы не хотел пить, мне завтра на тренировку, да я не хочу вот этой больной головы, я хочу с утра встать каким-то свеженьким. Ну мне не хотелось всего этого, просто, ну не хотелось. А потом говорит, Паш, давай выпьем. Еще знаете, вот так, да че ты, знаешь, так мне тоже вбок. Да давай, нормально все завтра будет, 50 грамм полезно. И вот это вот 50 грамм полезно, после этого, знаете, у меня как такое, я вот смотрел, как вот эта доверчивая девушка какому-то взрослому мужчину, который умеет манипулировать молодыми девушками, ну с точки зрения возраста, там влиятельности. Ну многие девчонки поддаются на такое. Об этом я на женском канале говорю, о таких вещах. И вот я вот как маленькая девочка так смотрел, да. Знаете, мне уже столько раз по ушам ездили, я из-за этого выпивал. И я продолжаю этому верить, а после этого у меня возникал вопрос. А если потренируюсь завтра нормально? Сегодня я выпил 50 или 100 грамм улек, а завтра потренируюсь нормально? Мне говорят, нормально. Это не повредит, это вообще для организма. Для организма столько-то промиль, градусов, там есть диапазон, можно вообще в пределах таких выпить, тебе ничего не будет. Короче, так все умно говорили. Ты так, так все умно обосновывали. Я такой думаю, блин, да, наливай. И как бы у самого-то настроение поднимается, что вечеринка, музыка, знаете, бодрячок, все круто. И потом вообще веселым становишься. Так будет всегда. Так было всегда. Так было, я не знаю, до 22, до 23 лет. Так и было. Не мог я от этого отойти. Потому что меня в чем-то убеждали. Это было так оправданно и так правдиво звучало. И я вот понял свою ошибку, когда ты вешаешь на человека ярлык умный по жизни. Все, умный в этом, значит умный во всем. Или успешный в этом. Да, он может быть для вас авторитетным в чем-то. И ты сразу такой на него вешаешь ярлык. Все, он авторитетен. И в других вопросах есть ошибка. У моих зрителей, некоторых не всех, есть такая ошибка, что если Павел Багрянцев, ну в кавычках, кто-то меня считает популярным блогером, я себя таким не считаю. Ну вот, у него много подписчиков, к нему можно прислушаться. С одной стороны, если даже вообще про блогеров говорить в сфере образовательной, если человек, ну, заработал какую-то большую аудиторию, то, наверное, да. Он каким-то своим мнением, какой-то своей позицией заработал, что людей он привлек, может быть это работает, может быть у людей это знание откликается, и оно может ближе к правде. С одной стороны так, а с другой стороны это всего лишь какая-то цифра, и вы человека не знаете, и вы начинаете к нему прислушиваться. Другое дело, если вы прислушались, внедрили в свои жизни и потом сказали, этот человек прав или не прав. Ну, можно, конечно, неправильно это внедрить, и можно сделать поспешное мнение, но в принципе, то есть на меня тоже вешают ярлык. Если я в чем-то успешен, там, в какой-то своей другой области, если я успешен, то меня можно и в других областях послушать. Но это тоже неправильно, я считаю. И я именно поэтому с вами стараюсь быть честным, и за то, чтобы вы сами проверяли и шли своим путем сердца. Чей-то путь сердца, это быть, смотреть мой канал. Вот я вчера проводил встречу с подписчиками, это было так душевно, это такие прекрасные люди. С кем-то мы идем вот путем сердца. Кто-то забежал на секунду, убежал, кто-то зашел на канал, ушел. То есть с кем-то не по пути, кто-то временно был, кто-то не временно. Это нормальная ситуация, это нормальная. И я это говорю про авторитетов. И вот такие авторитеты, они для нас влияют. Ну вот смотрите, мы вначале вроде бы разобрали, что, ну, если от этого действительно зависит очень много, да ладно, выпей ты это. Выпей, но просто знай, что ты будешь себя грызть, может быть, ты потом разочаруешься в этом. Ты просто это хотя бы знай. И возьми ответственность за это, что если ты в себе разочаруешься, ты знай, что ты был предупрежден, ты это понимал, ты сам принял на себя эту ответственность. И потом не надо себя корить за то, что, блин, ну я опять повелся на все это, опять я подвергся влиянию. Как вести себя в таком обществе, когда вы решились все-таки отказаться от алкоголя? Я веду себя просто. Я не строю себя какого-то фанатика, потому что люди хотят во мне этого фанатика увидеть. Ну, например, они хотят во мне увидеть фанатика, то, что что-то типа неграмулечки вообще, ты такой фанат весь зожник. Я говорю, да, слушай, я даже могу шутить над собой. Да слушай, я просто неадекватным становлюсь, мне страшно, я за вас боюсь, если я выпью. Я могу пошутить, посмеяться на эту тему. И люди понимают, что есть самоирония, и они сами еще посмеются вместе со мной над этим, в принципе. То есть они понимают, что человек в адеквате. А можно же сказать, не, конечно, я не пью, это мое здоровье, ты что? Они подумают, ну понятно, зожник зануда. Поэтому я к этому отношусь просто, могу отшутиться, могу сказать, слушай, честно, я тебе скажу, я хочу нормально лечь спать, или мне за руль, а еще я хочу с утра проснуться бодреньким, нормально, поэтому алкоголь мне сегодня вообще не в тему. Или у меня, не знаю, самочувствие не то. Или сказать как есть. Слушай, честно, я просто вообще не пью. Почему там, меня спрашивают, ты что, подшился что ли? Ты что, болеешь? Я говорю, да мне не нравится вкус алкоголя. Ну мне не нравится, давай я с тобой выпью лимонады, чокнемся за здоровье и так далее. То есть, ну, быть живым, да, вот в таком диалоге со всеми людьми. И в компаниях это прокатывает, и нормально общаемся, да, они выпивают, да, еще делают несколько попыток, чтобы попытаться меня заманить. А мне все равно, я так же отшучиваюсь, прикалываюсь, или я говорю, да ну, я лучше вас потом пьяных буду таскать, у меня хотя бы будет адекватность. И всем весело, круто, ну, Пашка, ну, молодец, да, респект. То есть, вы даже некоторую свою харизму даже здесь можете проявлять. То есть, некий свой характер. А признак самоиронии, юмора, это признак адекватности. Это реально признак адекватности. И бывают ситуации, когда вам нужно выпить с начальником. Ну, я скажу так. Вообще, нормальный человек, адекватный человек, начальник, или какие-то люди, от которых что-то зависит в вашей карьере, не факт, что если вы с ними выпили, они будут вас уважать. Они могут вас уважать еще больше, если вы отстояли свою позицию и просто объяснили, ну, извините, ну, никак мне. Они могут вас уважать еще больше, вы будете от всех отличаться. Если это как-то плохо сыграет на вашу репутацию, мне кажется, что это не высокого полета люди. То есть, это люди, которые, ну, замкнуты на себе, чтобы все остальные поддерживали только их интересы, и они не учитывают интерес другого. Они не уважают мнение другого человека. Другой вопрос, хотите ли вы идти дальше с этими людьми? Или все-таки, ну, если на вашей должности это как-то отражается, ну, наверное, надо сильно подумать. На кого вы работаете и кому вы зарабатываете деньги? Потому что каждый человек, каждый работник наемного труда, он зарабатывает для кого-то деньги. Для начальников, верхушек, директоров, учредителей и все остальное. И поэтому я, допустим, когда пришел на телевидение, люди меня сначала провозгласили неким сектантом. Ну, допустим, я говорю, что, ну, я же могу быть более эффективным, я могу вот это сделать, вот это, вот это. Они говорят, ты что, каких-то тренингов, что ли, насмотрелся? Ты в каком-то все время в духе какой-то позитивной психологии что-то говоришь. Ты как бы что вообще там, принимаешь что-то, на какие-то лидерские тренинги ходишь. То есть людям это было не свойственно в их модели жизни. И когда там был такой корпоративчик, какой-то праздник, что ли, отмечали, все пошли в баню с бассейном, все журналисты, другие телеведущие, операторы. Вот мы собрались и там все пили. Все бухали, девчонки, там уже все такие рожи краснющие у мужиков. И то же самое, ты что не пьешь? Я говорю, да ну, ребят, что-то не хочется и так далее. Конечно, в какой-то момент я себя чувствовал, что я немного не в своей тарелке, это не моя компания. Но именно поэтому я через месяц-два оттуда ушел, потому что это действительно была не моя компания. Просто с этими людьми было нам совсем не по пути. И я понял, ну, а хочу ли я тратить время вот на такой коллектив, вот делать свой вклад, зарабатывать деньги своим трудом для этих руководителей, продавать свою внешность, ну, в кавычках, да, потому что я же в эфире был, как бы я, лицо мое, да, вот в кадре, оно подходило под формат. Торговал лицом, скажем так, грубо очень звучит. Вот много инакомыслей можно здесь приплести, но это красота в глазах смотрящего. Друзья, я надеюсь, что в этих рассуждениях вы нашли для себя какие-то ответы. И это вам действительно помогло. И идите путем сердца, ну, не изменяйте себе, не изменяйте. Только если это не может спасти кому-то жизнь. Вот все, что я могу сказать. В общем, ставим лайк, если видео понравилось. Если не понравилось, делаем то же самое. Подписывайтесь на канал, расскажите свои истории, было ли у вас такое в принципе. Всем пока и до новых встреч. Ну вы гуляки.